Можно сколько угодно долго наслаждаться отчетами властей о том, как наша жизнь неумолимо улучшается в последние годы, однако все-таки, на мой взгляд, полезнее смотреть на сухие цифры, которые нам дают более или менее объективную информацию о том, что же все-таки происходит в стране и в нашей республике как ее неотъемлемой части. Вот несколько статистических фактов, которые, на мой взгляд, неплохо иллюстрируют итоги первого срока правления ради Хабирова в Башкирии и, конечно же, эти цифры заставят многих задуматься. За пять лет доля Республики Башкортостан в федеральном валовом внутреннем продукте снизилась на 15%. Я не оговорился, на 15%. То есть в копилку Российской Федерации Башкирия стала вносить на 15% меньше товаров, услуг и прочих благ. Это, безусловно, говорит о том, что продуктивность, производительность нашего региона существенным образом снизилась. А вот еще одна цифра. Только за последние семь месяцев 2024 года смертность в Республике Башкортостан увеличилась аж на 7,5%, а количество заключенных браков снизилось на 10%. Можно и эти данные использовать для того, чтобы оценивать как минимум социально-экономическую обстановку внутри региона. То есть люди стали больше умирать, несмотря на заверения о процветании башкирского здравоохранения, и меньше жениться. А женить, как известно, это такое явление, когда у людей действительно все складывается, все получается, у них жизнь развивается, и они собрались жениться, развиваться, размножаться, простите, и так далее. То есть если у людей снижается желание создавать семьи, это тоже очень тревожный фактор, который говорит о том, что в социально-экономическом положении в регионе не все в порядке. Ну, надеюсь, конечно, что более подробно социологическую и социальную картину региона нам нарисует в своем очередном обзоре Рустем Шаяхметов, который на нашем канале, как известно, ведет специальную рубрику на эту тему. У Ради Хабирова неожиданно возникли проблемы с формированием нового состава правительства. Я уже говорил о том, что по закону в связи с переизбранием на новый срок Хабиров должен был распустить свое правительство и распустил его, и сформировать его заново. Так вот, Ради Фаритович с наивностью достойный беспокойства полагал, что однократное похлопывание по плечу со стороны Владимира Путина обеспечивает ему, Хабирову, пожизненную кадровую самостоятельность. Как выяснилось, это не совсем так. Хабиров самоуверенно назначил утверждение состава правительства после согласования его с московскими коллегами в Госсобрании Республики Башкортостан уже на 18 сентября. Но в Москве зарубили ряд кандидатур, настойчиво протаскиваемых Хабировым во власть неоднократно. И пришлось вопрос вкрултай, как говорится, снять с провестки. Судя по всему, Ради Хабиров опять попытался возвысить в должностях всяких там Бардановых, Абдрахмановых. И, собственно, к многим уже действующим министрам его правительства возникли вопросы в Москве. Например, откуда взялась вот эта Люба Минакова, и совершенно непонятно, с какой стати и за какие красногорские подвиги ей полагается министерский пост. Но это к примеру. Вообще, этих вопросов у москвичей оказалось очень много. После того, как команда Хэ поняла, что шеф немного облажался, в Белом доме предсказуемо началась грызня и возня в процессе дележа кресел, стульчиков и раскладушек. Особенно остроту процесса придает тот факт, что вокруг Хабирова практически не осталось уже умных, а вот верные табунами слоняются по коридорам правительства и беспорядочно кусают друг друга за различные конечности, ставя друг другу одновременно с этим под ножки на карьерной лестнице. А после того, как был опубликован доклад Федерального центра гуманитарных исследований о провале социально-политической работы администрации Хабирова в Заурале, в СМИ Республики Башкортостан немедленно был опубликован так называемый анализ, анализ выборов, который некоторые СМИ приписывают Перу Азата Барданова. Ну, это как всегда неточно и недостоверно, хотя бы потому, что сам по себе Азат Барданов с ручкой в руке это вызывает, если не смех, то хотя бы сомнение. Так вот, в этом так называемом анализе, виновными в зауральском провале внутренней политики выставляется вовсе не внутриполитический блок администрации главы региона, который возглавляет господин Барданов, а виновными назначаются начальники башкирской пропаганды Фанур Ягафаров и Максим Ульчев, ну, соответственно, возглавляющие Башинформ и наше вот это всякое телевидение и вещание. Недавно всю эту грызню вытащили на поверхность и, конечно, наблюдать ее забавно хотя бы потому, что Ягафаров и Ульчев, они умнее Барданова даже поодиночке, но в сложившейся ситуации они теперь просто вынуждены будут объединиться, чтобы доказать дорогому боссу свою нужность, необходимость и правильность. Ну и в завершении всей этой кадровой неразберихи, конечно же, интрига вокруг Максима Забелина. Ему уже столько раз предрекали отъезд из республики Башкортостан в Москву на повышение, что даже как-то неудобно снова об этом начинать говорить. Тем более, что реально в окружении Радия Хабирова на данный момент ровно ноль персонажей, которые эффективно и правильно могли бы возглавить администрацию главы региона. Так что, вероятнее всего, все-таки Забелина попытаются оставить в Уфе, если он еще не подготовил себе железобетонную вакансию где-нибудь в Москве или в Подмосковье. Если у вас есть желание регулярно помогать нашему каналу, оформите подписку на открытую политику на платформе Бусти. Там вы сможете выбрать подходящий для вас тариф и сможете все наши видеоролики смотреть в отличном качестве, не заходя в тормозящий YouTube. Ну, а также вы можете донатить и напрямую, на экране вы сейчас видите нашу сберкарту, также вы ее можете найти в описании под каждым нашим видео. Заранее вам большое за это спасибо. В Башкирии есть такой суверенный обычай. Когда республиканская власть слабнет или лажает, одновременно с этим крепнет и борзеет власть муниципальная. Ну, так было у Рахимова с Качкаевым, так было у Хамитова с Елаловым, а в случае с Хабировым получилось немножко необычно. Потому что первыми признаками этого процесса стала неожиданная спич мэра Стерель-Тамака Газизова. Как известно, Ради Хабиров много лет увлекается транспортной реформой, ну хобби у него такое. Накачивает Башавтотранс китайским всяким хламом и очень гордится этим всем, считает это каким-то своим достижением. Так вот, Стерель-Тамакский мэр Газизов на минувшей неделе возьми да и заяви, что он крайне недоволен как мэр организации работы Башавтотранса. И что он как мэр даже готов отказаться от услуг Башавтотранса, как от перевозчика, у которого, по словам Газизова, простаивает 30% парка. Из этого предприятия бегут водители за очень плохой низкой зарплаты, отсутствуют запчасти для ремонта вот этого китайского хлама и так далее. Ну не знаю, как теперь Ради Хабиров, потративший на Башавтотранс 15 миллиардов наших с вами рублей, отреагирует на столь резкое критическое заявление мэра Газизова, опасаясь услышать в ближайшее время новость о том, что мэр Стерель-Тамака внезапно осознал свой долг перед Родиной и уже заключил контракт с Министерством обороны. Хотя это, конечно, не точно, но у нас вот после выборов очень многие чиновники почему-то так поступают. Например, мэр Сибая и еще там несколько человек, а некоторые просто уходят в отставку. Традиционно продолжаем обзор криминальных судеб членов команды Хабирова. Яне Гайдук, еще недавно министерке по делам молодежи, не удалось снять браслет с ноги, она остается под домашним арестом до ноября месяца. Верная Хабировка, успевшая поработать и вашим, и нашим, она трудилась и в администрации Хамитова, а затем еще и поработала в Красногорске. Яна Гайдук подозревается, традиционно, собственно, для команды Хабирова, в нанесении миллионного ущерба бюджету. А еще на минувшей неделе в поле зрения прокуратуры успела уже попасть совсем недавно назначенная министеркой туризма и предпринимательства Зухра Гордиенко. Ей вынесено представление прокуратуры в связи с нарушением правил оказания обязательных услуг 14 предпринимателям. Зухра, конечно же, понимает и помнит о судьбе своего предшественника Рустема Авзалова. Его стремительная карьера закончилась приговором суда в результате его деятельности. И, как говорится, с почином вас, Зухра Давлетбаймна. И уж совсем неприличное отчудил любимчик Хабирова, певец Ртом, Радик Юльякшин, в народе его еще знают как Элвина Грея. Этот самый певец Ртом выпустил свой новый альбом, на обложке которого красуется карта России без полуострова Крым. И это, ну при желании, конечно, тянет на сомнение в целостности Российской Федерации. Ну, что-то мне подсказывает, что бурундука, как говорится, поймут и простят. Для продвижения нашего канала очень важны ваши лайки, комментарии и подписки. Так что не ленитесь, пожалуйста. Поставьте лайк, нажмите колокольчик, подпишитесь на наш канал и подпишите своих друзей. И обязательно комментируйте, пишите, что вас интересует, что вы думаете о том, что мы делаем. Помогайте нам. И тем самым еще большее количество людей в Республике Башкортостан увидит канал «Открытая политика». Госсобрание Курулта Республики Башкортостан, наш так называемый парламент, уже давно и основательно вызывает только две эмоции – смех и стыд. И это неудивительно. После того, как Хабиров набил этот когда-то функциональный государственный орган власти всякими Шамилями Валеевыми, Джеффами, Монсонами, Камилями, Бузыкаевыми и даже Зульфиями Гайсинами, ну иначе и быть не могло. Но в этот раз, на минувшей неделе, они превзошли сами себя. Госсобрание выступило с инициативой ввести ответственность, внимание, за неисполнение распоряжений главы Республики Башкортостан. Для начала предлагается ввести штраф аж в 300 тысяч рублей. Если не углубляться в предположение о том, что Шамиле и Камиле в очередной раз предприняли попытку сладко лизнуть Хабирову, то вырисовывается весьма любопытная картинка. Ну, во-первых, вот кому дает поручение Хабиров? Ну, конечно же, своей братве, своим подчиненным. И кто их не исполняет? Ну, они же не исполняют. Причем регулярно и методично. То есть, ответственность предусмотрена для них. Получается, что Шамиле и Камиле покусились на самое святое, на карманы членов команды Хэ. Ну, такое не может пройти без наказанных, на мой взгляд. И еще. Самым отъявленным саботажником поручений главы Республики Башкортостан является сам глава Республики Башкортостан. Достаточно окинуть беглым взглядом список невыполненных планов, обязательств, обещаний и всевозможных проектов, которые сам же Хабиров и учреждает. Получается, что Шамиле и Камиле задумали разорить Хабирова штрафами? Ну, смелые ребята, ничего не скажешь. В одной из групп социальной сети мне недавно попалась такая информация о том, что в деревне Кальшали Туймазинского района трое пенсионеров, отчаявшись получить помощь от властей, на свои средства и своими силами отремонтировали местную систему водоснабжения образца 1967 года. Эта история навела меня на мысль, что пора бы нам уже в открытой политике заводить такую рубрику Атай не поможет. В республике полно примеров того, как, выплатив все положенные государству налоги, жители на оставшиеся средства обеспечивают себя тем, что, по сути, им обязано предоставлять государство. Лекарства, услуги, удобства. Иногда даже они строят мосты и дороги. Так что шлите нам свои рассказы, фотографии и видео о том, как вы, без помощи всякого Атая, обеспечиваете себя всем необходимым, предварительно, конечно, выплатив все налоги. О монументе генералу Шемуратову, любимом детище скульптора Хабирова, сказано много и разного. И мнения очень разные, и высказывания очень разные. Но не вдаваясь в тему необходимости и избыточности увековечивания памяти героев прошлого, скажу, что по мне так это просто очевидное безвкусице и нагромождение всевозможных архитектурных и скульптурных традиций и элементов. Но сегодня не о форме, сегодня о содержании. Стало известно, что пытливые краеведы и ответственные граждане обнаружили в винегрете образов и предметов из обильно облепляющих постамент конной фигуры весьма сомнительные символы. Я пока не уполномочен рассказывать в деталях, что там подозревают и что подразумевают обратившиеся в правоохранительные органы, но могу сказать, что будет назначена экспертиза. А вот когда эксперты по всевозможной символике дадут свое экспертное заключение о том, насколько все это правильно или неправильно, тогда вот мы и вернемся к этой теме. Но было бы забавно узнать что-то новое про монумент Шемуратову, особенно учитывая, что одним из соавторов по его собственным словам этого монумента являлся сам Ради Хабиров. Субтитры создавал DimaTorzok